Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Известное правило страны чудес, в которые однажды попала Алиса. Да вообще, бегать очень полезно, равно как заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И бывает очень обидно, когда в эпоху пропаганды спортивного и здорового образа жизни непонятно, куда же податься, чтобы уже начать, ну или продолжить этот сам образ жизни вести. Безусловно, в нашем городе достаточно фитнес-клубов, где любой желающий за относительно небольшие деньги может получить те самые профессиональные услуги и стать обладателем накачанных мышц и красивого тела. Жителям многих районов повезло и в том, что площадки с уличными тренажерами всегда в их распоряжении. Есть и такие счастливчики, которых угораздило жить рядом со стадионом. Ведь что может быть приятнее пробежки на свежем воздухе? А вот жители московского района уже не первый год недоумевают. Рядом великолепный стадион. И, казалось бы, бегай не хочу, нарезай круги сколько душе угодно. Только есть одно но. Попасть на стадион Агротехнологического университета практически невозможно. Как вы сюда попали? Я через забор перелез. А так закрыто, да? Да, постоянно. И часто вы через забор лазите? Каждый день. А много тут вот таких вот людей обычно? Ну, раньше было много, но сейчас я один остался. Ага. Ну, забор вообще страшный, нет? Опасный, да. Ну, я знаю там одну лазейку. Так что пока без травм. А, то есть забор не преград настоящим спортсменам? Да. Да, стадион огорожен забором. С одной стороны он бетонный, с другой вообще абсолютно устрашающего вида с острыми штрями наверху. Настоящее произведение антивандального искусства. Все ворота закрыты. А тут всегда ворота закрыты? Да. Их вообще никогда не открывают? Идем тоже? Нет, ну, когда кто приезжает, это сюда. А вот как бегают сейчас на стадионе, нет люди, например? Или вечером? Можешь туда как-то попасть, побегать? Ну, это по распоряжению ректора. Сейчас никого не пускают, потому что там в тот дождик, в тот площадку там делали. И днем тоже не пускают? Да. Вот и непонятно, но как же так? Наша съемочная группа попробовала разобраться и выяснить, кто же все-таки прав. Тем, кого не пускают или те, кто не хочет делиться таким вот благом. Но зато на стадион проходил бесплатно он. Пропускали дядю Степу, думали, что чемпион. Конечно, руководство вуза понять можно. В пору, когда вход на стадион был доступен всем желающим, постоянно приходилось выгребать мусор и разгонять пьяных. Далеко не все стремились на территорию за спортивными удовольствиями. И тем не менее, ощущение, что данная ситуация неправильно, не покидает. Страдают, кстати, не только любители пробежек на свежем воздухе, но и молодые мамы, которым негде гулять с детьми. Вот вечером, например, пойти на стадионе с ребенком погулять? Нет, на стадионе не погулять. Здесь все закрыто кругом. Никаких не детей. Раньше бегали здесь, занимались там спортом. Сейчас вообще ничем уже не занимается, потому что закрыто все. А выходные, кстати, знаете как? Что-то выходные даже... Нет, стадион на выходные не открывают. Нет, стадион всегда, теперь всегда закрыт. Это бесполезно. Здесь еще, может быть, открывают, но я что-то на выходные даже не думала. Мне кажется, здесь все закрыто. Так что погулять негде. Детишкам плоховато. Ничего у нас тут нет. Проректор по воспитательной работе заверяет, что если очень захотеть, то попасть на стадион все-таки можно, но не позже восьми вечера. Для этого достаточно зайти на проходную, расписаться в книге учета и дежуривший в это время вахтер с радостью откроет ворота и проведет на желанный стадион. Сюда попасть можно. Приходят в центральный вход, пожалуйста, есть книга регистрации, кто здесь есть. Записываются в книгу, ему проходят, открывают в стадион, так же, как и мне. Без проблем совершенно. В любом человеку? В любом человеку. И в любое время? В любое время до восьми. Ага. А вообще, когда он бывает открыт, так что можно было войти в ворота, побегать, погулять? Еще раз объясняю. Человек посторонний входит, регистрируется. Понимаете? Были случаи, когда нам предъявляли претензии, и полиция предъявляла. Люди спрашивали, почему ломают руки, а вы ничего не можете сделать. А что я могу сделать? Если этот человек не мой, мы за ним не наблюдаем. Ага. То есть, когда лазят через забор, руки ломают? Я не знаю, лазят они через забор, проходят ли они где-то. У нас цивильный вход, пожалуйста, центральный вход университета. Вот только мало кто так делает. Большинство просто печально смотрит на данное сооружение, пугается забором, на стремление к здоровому образу жизни, осуществляет где-нибудь в другом месте. Ну, или не осуществляет. Конечно, истинного спортсмена данная преграда вряд ли может серьезно остановить. Вопрос в том, почему в погоне за собственным здоровьем им же и приходится рисковать. Плюс ко всему, нарушая правопорядок. И да, коллектив нашей телекомпании советует не повторять подобных подвигов в избежании травм и надеяться на ваше благоразумие.